Приветствую всех! Вы смотрите передачу «Москвичи». И сегодня день рождения у Сергея Танеева, знаменитого отечественного композитора, который родился в этот день в 1856 году. Родился он во Владимире, однако в пять лет его семья приехала, когда ему было 5 лет, то его семья приехала в Москву. И фактически после этого вся жизнь композитора Сергея Танеева была связана с Москвой. Ну и с подмосковью частично, особенно с селом Дютьково в Одинцовском районе, где находится ныне дом-музей Танеева. Ну и где он проводил летние месяцы, отдыхал летом на даче фактически. Ну или просто в своем загородном доме, может быть, так будет более правильно. Вот, восстанавливал силы. Я не любитель классической музыки, мне больше нравится поп-музыка, намного больше. Ну, отчасти хоровая музыка, но в основном поп-музыка. Но все-таки человек это действительно довольно известный. И, наверное, стоит несколько о нем сказать. И прежде всего о том, где он жил в Москве, как он был связан с Москвой. Ну, значит, вообще надо сказать, что Сергей Танеев... Хотя надо сказать, что, кстати, хоровые произведения Сергей Танеев тоже писал. И хоровая музыка, пожалуй, мне больше всего нравится в его творчестве. Но надо сказать, что Сергей Танеев это был человек, который был... Ну, вот всю жизнь он посвятил музыке. Да, вот есть такие люди, достаточно цельные, да, которые... Ну, вот всю жизнь посвящают своему какому-то любимому делу. Да, вот они чем-то занимаются. Это может быть разные науки. Это может быть физика. Это может быть там история. Это может быть даже какое-то коллекционирование монет или марок или чего угодно. Да, это, там, не знаю, так сказать, разведение кошек, там, собак. Все что угодно, да. То есть сфера мог быть, так сказать, интересов людей мог быть саморазнообразной. И они вот всю свою жизнь, они посвящают этому делу. Да, при этом они фактически почти ничего другого не замечают вокруг. То есть они всецело преданы вот какому-то своей определенной... Ну, можно сказать, страсти, можно сказать, интересу, можно сказать, делу. Тут уже у кого, у каждого какие-то разные могут быть слова. Но суть, я думаю, более-менее понятна. Так вот, Сергей Танеев, он всю жизнь посвятил музыке. С самого раннего детства он учился играть на фортепиано. И после этого, в общем-то, вся его жизнь, она была... Полюбил эту музыку, естественно, да. Ну, и вся его жизнь, она была так или иначе связана с музыкой. Что бы он ни делал, то есть его служение людям, служение ближним, оно прежде всего было именно служение музыкой. Ну, во-первых, конечно, прежде всего, усложжение, скажем так, слуха своей музыкой. То есть работал он в разных жанрах. Ну, и во-вторых, обучение людей музыке, на что он тратил в том числе свои деньги. И занимался репетиторством, да, то есть помогал начинающим людям. Ну, короче говоря, всячески пытался музыкально как-то просветить людей, как-то их, скажем так, образовать, да, чтобы действительно они потом стали музыкантами. Ну, и на самом деле у него было довольно много учеников, причем таких часто достаточно известных людей, которые были его учениками. Вот. Ну, и многие, как сказать, в принципе, ну, давайте просто, чтобы назвать учеников, это и Рахманинов, и Скрябин, и Метнер, и Палиашвили, и Глеер, Голинвейзер, и Гуннов, и Александров, и Селенко. Ну, вы представляете, какая плеяда, целая действительно плеяда знаменитых композиторов, известных, в общем-то, на всю Россию, а то даже и в мире многие из них известны. Вот. И вот это все были ученики, в том числе ученики были и Сергея Танеева. Ну, и вообще, надо сказать, со многими композиторами был знаком, то есть практически весь музыкальный мир, он собирался вот в доме Сергея Танеева, вот, сначала в Чистом переулке, ну, а потом и на других, по другим адресам, о которых я скажу еще попозже. Вот. Так что действительно вся практически музыкальная Москва, это был, ну, один из центров, может быть, там, ну, не главный центр, может быть, там, естественно, далеко не единственный центр музыкальной Москвы, в общем-то, 19-го, начало 20-го веков, но все-таки, безусловно, один из самых главных центров музыкальной жизни, музыкальной культуры, ну, и вообще-то, в целом, центр культуры, да, где собиралась интеллигенция, ну, прежде всего, музыкальная, конечно, того времени, вот, в Москве. Вот. Что касается творческого пути, да, то здесь, в общем-то, конечно, много написал Сергей Танеев достаточно, причем работал он в разных жанрах, ну, может быть, совсем немного в опере, да, в оперу он всего одну написал, Аристея, вот, на тему трагедии Схила разных, вот, ну, а также написал он «Четыре симфонии», вот, много романсов, разные хоры, также камерные ансамбли, это струнные квартеты, трио, квинтеты, и также кантаты написал, в том числе на религиозный сюжет, это, прежде всего, Иоанн Дамаскин, конечно, на тему, на слова произведения Алексея Константиновича Толстого, а также и по прочтению псалма, на слова Хомякова, известного философа отечественного, вот. Ну, так что, и причем, так сказать, в своем творчестве он был, в общем-то, ну, таким новатором и экспериментатором, то есть он старался соединить, во-первых, отечественную музыку и западноевропейскую, то есть что-то вот в его, так сказать, произведениях улавливается и то, и другое, но все-таки с упором, наверное, на больше отечественную, ну, понятно, потому что все-таки он был действительно русским композитором, и понятно, что отечественному было близко, вообще он очень любил такую вот национальную самобытность, национальный колорит в музыке, и всячески пытался как-то это развивать и популяризировать. Вот, ну и кроме того, также он, в общем-то, разные такие вот какие-то новаторские методы вводил в музыку, да, в том числе полифонию, вот как метод развития музыки, да, вот, в принципе. Ну и такой, знаете, философский тоже подтекст, то есть, в принципе, его музыка, она, скажем так, не очень эмоциональна, в отличие от многих других композиторов, ну, особенно итальянских, конечно, вот, но она такая более глубокая, что ли, философская, в этом смысле она такая более, что ли, глубинная музыка, которую тоже надо еще как бы вот понимать, да, вот, чтобы как-то раскрыть, что хотел сказать человек Сергей Таньев. Вот, так что много жанров он работал. Значит, в принципе, долгое время он, во-первых, сначала учился, вот, а потом и работал в Московской консерватории. И более того, он дослужился до звания профессора, а в 1885-м, до 89-го года он вообще был директором Московской консерватории. Ну, и много для нее сделал, ну, во-первых, и, опять же, так сказать, в плане, так сказать, преподавательском, да, то есть он воспитал многих учеников и дал им, конечно, большие знания, и теоретические, и практические знания, обогатил, так сказать, и национальный музыкальный фонд нашей страны. Ну, и кроме того, также он много сделал в организаторском плане, то есть он там укрепил дисциплину, потому что до него, в общем-то, руководил Московская консерватория Николай Рубенштейн, ну, а после его смерти, фактически, в консерватории был упадок, и, в общем-то, там, конечно, ну, скажем так, немножко пошатнулись, так сказать, порядки, дисциплина, то есть, ну, как-то немножко такое было, некоторое разложение даже, можно сказать, да. Ну, и поэтому, можно сказать, так вот, в принципе, во многом Рахманинов, да, убедил как раз Танеева возглавить Московскую консерваторию, вот в одном из писем, да, вот, поэтому, в общем-то, он ему так написал, что кроме тебя фактически некому возглавлять, давай все-таки возглавь, чтобы как-то вот действительно поправить положение, и вот своей энергией, своей, действительно, любовью к музыке, к людям, Сергей Тане, в общем-то, смог действительно наладить там порядки, в принципе, восстановить те традиции, которые там были, ну, в принципе, ту гармонию, да, не только музыкальную, но и, в общем-то, обычную такую, да, остановить такие нормальные отношения между преподавателями, студентами и так далее. То есть, он довольно много сделал в этом смысле. Ну, недолго он возглавлял, и, надо сказать, что ушел он из консерватории по собственному желанию, в общем-то, да, потому что, ну, с директорского поста имеется в виду, да, ну, потому что он просто, ему стало тяжело, да, вот это все на себе нести, и, поскольку он полностью был предан музыке, то он хотел вот именно заниматься чисто музыкальной деятельностью, да, преимущественно, а не какой-то такой административно-организаторской работой, ну, естественно, без которой, да, никуда не денешься, если ты директор, да, если ты директор, то ты по-любому будешь за ним решать всякие там какие-то кадровые вопросы, да, какие-то вот эти дисциплинарные, ну и так далее, да, то есть, такую всю рутину будешь нести, как бы, да, вот, а уже, так сказать, время для, так сказать, каких-то там композиторских моментов уже фактически у тебя будет не так-то и много, вот. Значит, ну, это, как бы, вот, так сказать, уход, ну, был именно, так сказать, с поста директора, да, в 1889 году, вот, но надо сказать, что в 1805 году он уже ушел с консерватории, в принципе, уже полностью и окончательно навсегда, то есть не только с поста директора, как он ушел в 1889 году, а вообще покинул консерваторию. Но здесь уже, ну, да, это прошло добровольно, но в каком-то смысле и по-другому было просто в данной ситуации нельзя, потому что здесь в 1805 году Танеев поддержал, в общем-то, студентов, которые, в общем, выступали против авторитарных методов управления консерваторией, да, ну, то есть такой, как бы, сказать, вот, ну, некой муштры такой, да, то есть, ну, вот, как обычно бывает, такого какого-то канцеляризма, да, то есть, ну, отсутствие какой-то такой, может быть, свободы, которая студентам часто присуща, да, которая необходима, тем более студентам музыкальной, допустим, академии, консерватории, да, заведения, да, вот, ну, короче, вот, выступил против всяких зажимов, какой-то такой строгой дисциплины, да, которая вот тогда была достаточно сильна, так сказать, вот, в консерватории. Ну, и вот он поддержал этих студентов, таких, фактически, бунтовщиков, ну, тогда, в 1905 году вообще вся Россия бурлила, и вся Москва бурлила, постоянно были вот эти революционные выступления, и на баррикадах, и во всяких учебных заведениях, на заводах, там, и демонстрации проходили, ну, в общем, это такой год вообще был очень сложный, тяжелый такой, ну, знаковый, морской даже, в истории России. И вот, как раз, и в консерватории тоже такие вот происходили бурления, течения, поскольку Танеев их поддержал, то ему практически ничего не оставалось делать, кроме как из этой консерватории уйти, ну, потому что другие-то не поддержали, профессора, там, и, допустим, ну, просто преподаватели, то есть, короче говоря, сотрудники, да, консерватории практически никто не поддержал больше студентов, а вот Танеев поддержал, ну, и, по сути дела, а куда ему было деться в данных условиях, фактически он просто был вынужден оттуда уйти, потому что, ну, во-первых, знак несогласия, да, с порядками, ну, а во-вторых, потому что он поддержал этих вот восставших студентов, да, вот их, как бы, такие идеи либеральные, да, анти-консервативные такие, ну, и куда ему оставалось сделать, кроме как просто уходить. Ну, скажем так, естественно, Танеев без работы не остался, и, естественно, он продолжил писать, так сказать, свои музыкальные всякие сочинения, но и более того, он организовал народную консерваторию, народную консерваторию в 1906 году, то есть, в пятом он ушел из московской консерватории, а уже буквально через год он свою собственную консерваторию организовал. Вот, и, в общем-то, ну, само название, да, консерватория народная, да, оно предполагало, что, так сказать, заведение учились играть на инструментах, да, и, в принципе, учились пению тоже, и теория музыки тоже, да. Ну, обучение было, в общем-то, платным, да, это хоть и называлось народное, да, но оно было не бесплатным, естественно, потому что понятно, что организация учебного процесса все равно требует каких-то вложений и преподаваний и так далее. Ну, естественно, что у Танеева таких денег не было, чтобы на свои деньги все это содержать, он, конечно, все это организовал, но его авторитет был достаточно большой всегда в обществе, но все равно платить приходилось. Ну, оплата была такая, в общем-то, принимали туда всех любых желающих, пожалуйста, вот, в принципе, в том числе даже те, которые особо не знали музыкальную грамоту, но хотели узнать, что было тоже важно, вот, и, в принципе, платили, да, ну, 20 рублей в год, 20 рублей в год за обучение сольному пению, и 3 рубля платили для обучения хоровому пению, то есть в хоре там это 3 рубля в год, а, соответственно, сольному пению 20 рублей в год. Ну, скажем так, в принципе, это было, конечно, ну, с одной стороны, не так много, потому что, допустим, зарплата служащего составляла 500 рублей, например, в год, да, вот, ну, 500 рублей в год, а тут, соответственно, 20 рублей в год. Ну, то есть это там, ну, в принципе, копейки, да, для служащего человека, если там был какой-нибудь чиновник там, да, или, в принципе, купец какой-нибудь там, или еще кто-нибудь, ну, в общем, торговец, может быть, там. В принципе, это не так было много. Но, конечно, с другой стороны, для бедных людей, которые получали действительно там, иногда и несколько рублей, совсем немного жили, буквально впроголодь, ну, конечно, это было недоступно. Поэтому преимущественно учились в этом народной консерватории, учились преимущественно все-таки люди, ну, служащие или хотя бы ремесленники, да, которые все-таки имели какую-то такую достаточно устойчивую зарплату, которую, ну, вот, могли заплатить. Но, в целом, еще раз повторюсь, что все-таки за обучение брали уж не так-то и много. И это было доступно, ну, конечно, не каждому человеку, но, в общем, достаточно многим. И действительно свое, так сказать, название, он оправдывал, действительно был народным университетем, ну, народной консерваторией, скажем так. Ну, кроме того, также Сергей Танев возглавлял и Московскую музыкально-этонографическую комиссию, так сказать, проводил записи песен народов Кавказа, украинских песен, северокавказский фольклор. Ну, то есть, в общем-то, его интересовали разные, так сказать, такие вот народные какие-то эпосы, народные разные музыка, да, причем, так сказать, со всех концов тогда Российской империи, да, и Кавказ, и Север, там, и Украина, ну, в общем, разные, как говорится, напевы, разные какие-то песенные музыкальные традиции разных народов России, ну, может, не всех, но многих районов. И он все это записывал, тоже изучал, как-то все это преломлял и так далее. В общем, все это, плюс написал также музыкально-теоретические труды, так что, в общем, еще раз повторюсь, что вся его жизнь, она фактически была связана, так или иначе, с музыкой, вот. Большей частью он работал в кабинете, писал музыку, да, но при этом тоже преподавал, тоже какие-то, так сказать, занимался репетиторством, так что все равно, так или иначе, он, конечно, и воздействовал на общество, и музыкой, и сам такими своими какими-то, своей личностью непосредственно, какими-то трудами, вот. Но все это, так или иначе, как правило, было связано с музыкой. Теперь давайте обратимся, да, что касается, что касается личной жизни Сергея Танеева, то, ну, скажем так, в принципе, утвердилось мнение такое, что Сергей Танеев был гомосексуалистом, и, в принципе, это, как бы, тема, она, ну, на таких вот сайтах соответствующей тематике, она достаточно активно педалируется и, так сказать, ну, скажем так, продвигается тоже наравне с Яковским, ну, тоже, который был уж тут понятно, что он был гомосексуалистом, вот. Вот, но, скажем так, это понятно, потому что, ну, естественно, те, кто принадлежит к этому, как бы сказать, лагерю, да, они стараются все-таки тоже всем показать, что вот мы не одни, среди нас много людей известных, и, естественно, вот туда часто записывают и Сергея Танеева. Дело в том, что, ну, действительно, семьи у Сергея Танеева не было, детей у Сергея Танеева не было. Это непреложные факты, и спорить с этим бессмысленно, действительно, это было так. Но в то же время, в то же время, нельзя сто процентов сказать, что вот он действительно прям был вот гомосексуалистом, он, скажем так, никогда об этом не говорил. Вообще Танеев был человеком достаточно скрытным, очень скрытным человеком, довольно немногословным, достаточно сдержанным, вот, и он на такие темы, ну, тогда вообще как-то на эти темы старались не говорить, и сейчас тоже эта тема, она во многом такая, знаете, полузапретная, ну, а тогда вообще, тем более, представляете, патриархальное общество фактически, вот, 19-е, начало 20-го века, православная вера, ну, то есть, понятно. Вот, поэтому, ну, как бы, все-таки он особо старался в эти дела не углубляться. Значит, знаете, вопрос достаточно сложный. Он не так, не так прост, как может показаться. Вообще, Танеев, он, скажем так, жил все время с мамой, с мамой, до 30 с лишним лет он жил с мамой, то есть, пока она фактически не умерла, да, он жил с мамой, и, сами понимаете, то есть, фактически под маминой юбкой, и в каком-то смысле такое было мамино влияние, которое в каком-то, конечно, довольно сильно отразилось на его, скажем так, жизни, да, на его личности отразилось, на его становление. И, ну, наверное, это, может быть, был не самый такой лучший вариант для развития. Это, конечно, тоже какой-то вот отпечаток наложило, да. И потом, вот, скажем так, в отношении с женщинами он, скажем так, ну, не то, чтобы он их, допустим, ну, скажем так, ненавидел. Нет, этого не было. Но он себя чувствовал как-то довольно скованно по воспоминаниям современников, кто его знал. Вот когда, допустим, приходили какие-то женщины, да, то он как-то сразу опускал голову, он как-то его старался как-то всячески показать вид, что его как-то особо этой женщиной не интересуют. Ну, то есть, как-то он, в общем-то, так вот старался их избегать, скажем так, да. То есть, вот, ну, может быть, какая-то травма была нанесена. Это же, знаете, очень сложный момент, с чем это связано было, такие вот моменты, такая, как бы сказать, вот, скажем так, такие взгляды, такое вот, скажем так, поведение, да, Сергея Танеева. Вот, ну, может быть, что-то случилось, как-то вот немножко в таком направлении он, так сказать, себя проявлял. Но, хотя, между прочим, ну, видите, достаточно такой колоритный, так сказать, человек был Сергей Танеев. Вот, как писал, хотя он считался, довольно, многие считали его не очень красивым, да, ну, вот, скажем так, Чайковский, да, вот, первое впечатление было вот от Танеева, что он увидел юношу некрасивого, но с милым русско-татарским лицом. Вот, ни выражение глаз, ни в чертах лица, ни в мягком, по-московски нараспев голосе не отражалось ничего не только гениального, но и даже просто даровитого. Вот, передо мной был только просто хорошо откормленный, симпатичный Борчук. Вот, ну, и, в принципе, даже трудно было в нем распознать, что это впоследствии будет один из мудрейших и лучших вообще из тех людей, которые приходилось Чайковскому, допустим, видеть вообще на земле, в принципе, да. Вот. Но в то же время, надо сказать, что женщины его многие любили. Вот, около него крутилось довольно много женщин. Вот, и, в частности, вот, например, ну, в принципе, даже считается, что у него все-таки была определенная любовь к женщине. И эта женщина была женой художника Альберта Бенуа. Ее звали Мария, Мария Бенуа. Вот, и вот, собственно говоря, ну, считается, что это была любовь. Ну, опять же, может быть, как-то не сложилось с этой женщиной. Может быть, тоже какая-то травма из-за этих отношений, из-за того, что как-то не сложилось у него с ней. И, может быть, тоже и он потом отказался от остальных женщин, да. То есть, он как-то настолько был потрясен. Может быть, он это как-то не мог пережить. Ну, короче, это тут можно только предполагать. Но как-то вот, в общем-то, особо не получилось у Сергея Танеева создать семью. Кроме того, также известно отношение... Ну, как отношение? Просто как бы такая, что ли, некоторая взаимная симпатия, которая была между женой Льва Толстого, Софией, и вот Сергеем Танеевым. Ну, вот, ну, в общем-то, Лев Толстой он очень ревновал, кстати. Вот, грозился вообще даже Танеев, хотя они были какое-то время друзьями, Лев Толстой и Танеев. В общем-то, Танеев тоже бывал в хамовниках в доме Льва Толстого, и в Ясную Поляну приезжал. Ну, вот, ну, и Лев Толстой тоже, соответственно, в домах Танеева тоже был в Москве, да. Но, соответственно, из-за этой вот такой ревности, да, ревности к Софии, то он даже Толстой пригрозил, что он и с Софией разведется, условия ей ставил. Ну, и, соответственно, и Танеева хотела сгнать, и вообще с ним порвать отношения. Ну, как-то вроде до этого не дошло, но, по крайней мере, ревность была довольно большая. Вот, хотя сама София, она вообще, кстати, отзывалась вот о этом Танееве достаточно, ну, спокойно, сдержанно, и, в общем-то, она говорила, что никакой такой, знаете, любви к этому Танееву она, в общем-то, не испытывала. Обычный человек, в принципе, он ей был не симпатичным, в принципе, как вот, ну, как вот мужчина, да, чтобы вот именно вот как-то строить, так сказать, какие-то отношения с ним, допустим, да, вот из-за этого там разводиться еще как-то. Вот, но при этом, как бы сказать, она говорила, что Танеев, он ей был близок душевно, да, то есть он ей помог, вот, потому что дело в том, что, вот, ну, не задолго до знакомства с Танеевым, а у Софии, у нее, так сказать, умер один из сыновей, Иван, вот, и ему было всего 7 лет, и, в принципе, в общем-то, ну, она была очень потрясена, находилась просто вот на грани какого-то нервного срыва, просто очень сложно было ей в этом смысле, конечно, как-то вот побороть эти вот чувства, которые у нее были, да, из-за такой действительно большой очень трагедии. И в этом смысле как раз вот Танеев очень помог ей, как раз Софии, вот, справиться с таким состоянием, и музыка его, и особенно вот именно вот его такое вот спокойствие, да, такой вот, может быть, какой-то даже голос такой вот музыкальный, да, вот какое-то такое общение, такая уравновешенность, человек, он был достаточно уравновешенный, спокойный, такой взвешенный, да. И вот эти какие-то беседы, ну, такая, вроде как психотерапевт, да, вот если так можно сказать, такой, может, несколько музыкальный психотерапевт, он очень помог ей именно вот в этом смысле. И вот с разговорами, может, он как-то ее утешал там, да, в этой вот такой тяжелой действительно ситуации. Вот, и он такой человек, он был ей очень нужный. И она в этом смысле, конечно, признается ему в том, что действительно он ее, ей очень сильно вот в этом смысле помог. Но, опять же, вот, в принципе, в общем-то, опять же, как мужчина, она вот в ее воспоминаниях, в принципе, как-то, он ей был совершенно как-то вот в этом плане, ну, не нужен, да, да, то есть, вот, в принципе, личность его была ни при чем, и внешне он был ей мало интересен, в принципе, ровный был, довольно скрытный человек, и в этом смысле как-то вот. Так что, понимаете, тут вот, опять же, нельзя сказать, что как-то вот к женщинам тоже какое-то отношение не было, но в то же время, да, действительно, ну, были определенные, да, связи, отношения очень близкие с Петром Щейковским, ну, конечно, очень знаменитым гомосексуалистом, наверное, самым главным, или одним из самых главных, самых известных, наверное, да, даже в России. Ну, и особенно, конечно, с Оренским, тоже еще один композитор из музыкального мира, вот, это Оренский, вот, и, в принципе, да, тут, в общем-то, были определенные отношения, достаточно близкие, вот, они так вот обменились такими письмами, и там не скупились в выражениях взаимной симпатии, взаимной любви, вот, ну, потом Оренский, он там, в принципе, ну, Оренский не скрывал тоже своей гомосексуальности, в отличие от того же Таниева, вот, но он, как бы, потом, в итоге, так сказать, пришел к религии, там, пытался как-то раскаяться в этом, всячески как-то себя в этом обвинял, и в итоге, в общем, он практически хорошим не кончил, по сути, там было ум помешательство, то есть уже психическое заболевание, ну, все достаточно плохо кончилось для Оренского. Ну, для Таниева такого не было, таких барений, и, в целом, он как-то к этому, ну, нормально, спокойно относился, и, в целом, как-то, каких-то переживаний не испытывал в связи с какой-то своей сексуальной такой, вот, может быть, ориентацией, да, вот, и как-то, в общем-то, старался, ну, к этому относиться, ну, как есть, как и есть, да, ничего так особо не афишировал, об этом не говорил, поэтому, да, какие-то определенные связи были, действительно, вот, со стороны, вот, так сказать, мужского сообщества, вот, но, опять же, так сказать, все-таки, как-то вот, ну, опять же, и обвинять его в этом, да, и тем более, так сказать, как-то, ну, так вот строго судить, да, наверное, все-таки тоже не стоит, потому что, ну, тут, кто его знает, что на это повлияло, насколько все это было действительно глубоко, последовательно, ну, тем более в артеистическом мире, музыкальном, в общем, такие вещи случаются довольно часто, и раньше были, и сейчас, вот, такая утонченность, излишняя эмоциональность, какая-то страстность, они тоже часто идут, ну, не совсем по правильному направлению, скажем так. Что касается религиозности, да, то здесь тоже, вот, ситуация не очень понятная, поскольку Таней был довольно скрытным человеком, и как-то о себе очень мало рассказывал, и, в принципе, о нем вообще не так много известно, несмотря на то, что человеком был известным, да, а о нем не так много известно, но здесь, скажем так, многие считают, что вообще был атеистом, да, на самом деле неверующим человеком, вот, но, опять же, это все не так просто, да, я так понимаю, что отношение к религии у него тоже было довольно сложным, действительно, в церковь он не ходил, это факт, в церковь он не ходил, ну, или, во всяком случае, если и ходил, то ушло довольно редко, и как-то, в общем, явно не был набожным человеком. Но, с другой стороны, сказать, что он был атеистом, это все-таки как-то тоже, ну, слишком сильно, да, ну, скажем так, все-таки даже хотя бы взять то, что у него все-таки, ну, достаточно много произведений, которые созданы для церкви, да, то есть такие хоровые произведения, вот, и поэтому даже те же кантаты, там, Ян де Маскин, там, да, или, так сказать, вот, так сказать, еще. Еще произведения, вот, да, которые тоже, вот, одна из кантатов по прощению псалма, тоже, вот, и Херувимская песня, да, и разные, так сказать, какие-то тоже для хора разные церковные произведения, все это говорит о том, что, ну, нельзя сказать, что если бы человек был атеистом, то, ну, вряд ли бы он написал такие произведения, да, ну, как-то атеисты будут писать, там, Ян де Маскин, там, да, по прощению псалма. То есть, конечно, это все-таки Херувимскую песню, ну, как может атеист вообще написать такие вещи? Для него это все, конечно, совершенно чуждо и совершенно неприемлемо, поэтому здесь отношение было достаточно сложным. И, в частности, вот, он, например, сам, ну, скажем так, в принципе, о себе говорил, что в церкви он действительно не бывает, да, ну, практически не бывает, вот. Вот, но временами все-таки работает на Бога, да, на Бога работает. И как он работает на Бога? Он пишет духовные сочинения и думает, что это может заменить хождение в церковь. Видите, то есть, фактически, как бы он своими духовными произведениями, которые в том числе написаны и для церкви, он именно служил Богу. То есть, он воспринимал свои вот эти духовные, именно духовные произведения, прежде всего, да, не какие-то там разные оперы, да, там и другие всякие там разные, там, квартеты. Сочинения, а прежде всего, именно духовные, ну, для хора написано, да, прежде всего, именно как служение Богу. Вот. Ну, то есть, как бы такая замена хождению в церковь. Вот кто-то ходит в церковь, а он вот пишет духовные произведения, ну, и тем самым все-таки служит Богу. Поэтому, ну, сами понимаете, если человек такое сказал, то, понятное дело, что сказать, что он был атеистом, да, и, так сказать, там, как-то вот был чужд Бога, ну, совершенно как-то невозможно, да. Хотя, опять же, повторюсь, что многие отмечали, что это все как-то, в общем-то, ну, все-таки религиозности у него практически никакой не было, и произведения, вот даже и религиозные, они все-таки больше, ну, такие, более все-таки светского характера, даже, ну, плюс-минус там, да, и так довольно свободно трактуется. То есть, какой-то такой вот именно глубокой наборщины у него все-таки не было. Но, опять же, повторим, что все-таки, так или иначе, он все-таки как-то явно был причастен православной культуре. Вот, ну, и теперь давайте, что, наверное, это мне хотелось бы сказать, теперь давайте посмотрим, где же он жил в Москве, да, вот его московские адреса. А жил он, скажем так, ну, тогда Москва была маленькая, на территории нынешнего района Хамовники, то есть, практически вся его жизнь, она прошла там, ну, недалеко от Арбата, скажем так, между Арбатой, Арбатом и Причистенкой. Вот так вот можно обрисовать круг его адресов. Вот, там все вот крутилось где-то там, вот, ну, ну, теперь ныне район Хамовники, ну, рядом Арбат находится, район Арбат. Вот там, ну, то есть, фактически вот в пределах, скажем так, Садового кольца между Бульварным и Садовым кольцами. И когда он приехал первый раз, ну, родители его, скажем так, приехали, то они поселились, ну, самый первый адрес его в Москве был Чистый переулок, дом 7. Ну, Чистый переулок, все знают, как раз там находится московская патриархия, да, со сталинских времен, вот, в бывшую садьбе. И, соответственно, вот первый его дом был именно как раз в Чистом переулке, там он прожил довольно-таки долго. Чистый переулок, дом 7. Один из первых его адресов московских. Вот, значит, Чистый переулок 7. Значит, это вот этот дом, но тут, понимаете, тут есть некоторый вопрос, в принципе, насколько аудентичен этот дом тому, который был при Танееве. Вообще, в принципе, скажем так, вот здесь есть мемориальная доска, вот эта, вот видите, укреплена на доме, вот эта черная доска, на ней золотыми буквами написано, что здесь, соответственно, жил как раз Сергей Танеев. А также его брат Владимир Танеев, который был юристом, да, вот здесь это сказано. Ну, то есть, это такое мемориальное место, это Чистый переулок 7. Рядом, прям совсем рядышком с этим домом, тут вот слева находится как раз московская патриархия. Вот, так что получается, что, в общем-то, вот это как бы его дом, в принципе, да. Однако, надо сказать, что, в общем-то, не факт, что это именно здесь, вот в этом доме он жил, потому что, в принципе, хотя это действительно Чистый переулок 7, ну, все-таки, в общем-то, ну, насколько известно, жил он во флигеле, да, то есть, не вот конкретно вот в этом доме, да, а жил он во флигеле. На втором этаже флигеля, а флигель, в общем-то, он до нас не дошел. Поэтому, возможно, что этот дом, он как бы, ну, скажем так, просто прикрепили дощечку, да, то есть, флигель разрушили, да, он не дошел. Так называемый, голубяти еще называли этот флигель, вот такое название. Но, так сказать, его, вроде как, разрушили. Поэтому этот дом, ну, просто решили прикрепить табличку сюда, ну, чтобы как-то вот связать это место с деятельностью Сергея Танеева. Но, конкретно, может быть, именно в этом доме он и не жил, вот, именно здесь. Ну, да, вот где-то вот как раз вот поблизости конкретно стоял флигель, где он действительно жил, Сергей Танеев. Вот. Значит, ну что же, далее, в принципе, где еще, то есть, в этом доме, вот он, конечно, так сказать, многие годы его прошли, да. Значит, еще, какие можно назвать адреса, вот, жизни Сергея Танеева. Вот это. Соответственно, первое выступление его, как пианиста, было 7 ноября 1874 года на Волхонке 14. Ну, понятно, Волхонка это недалеко от нынешнего метро Кропоткинская. Вот, и здесь он себя действительно очень сильно проявил. Чайковский высоко оценил это выступление. Вот. И потом он уже как раз вот с этого времени, в принципе, он как раз пошел в консерваторию. И потом, в общем-то, уже 27 лет был с консерваторией так или иначе связан. Вот. В том числе был какое-то время директором. Ну, и вот в это, так сказать, чистый переулок, конечно, дом 7. Здесь вот действительно очень много прошло, так сказать, годов жизни Танеева. И, в общем-то, здесь как раз, вот это как раз и был один из музыкальных центров тогдашней Москвы. Сейчас вот трудно даже поверить. Но здесь вот раньше съезжали сюда, к Танееву, очень многие, вот, известные, так сказать, музыканты, вообще, так сказать, люди из мира музыки. Ну, такие как Аренский, Гальденвейзер, Игумнов, Катуар, Скрябин, Рахманинов, вот, Чайковский. Вот. Ну, кроме того, также физик Столетов приезжал, тоже с ним и дружил он, да. Также композитор Калинников, вот, написал, тоже показывал произведение своей Танееву. Глазунов тоже, когда приезжал в Москву, тоже посещал здесь вот. Ну, и, так сказать, Танеев в ответ посещал Глазунова в гостинице России, тогда она была на Кузнецком Москву. Вот. Также здесь и Лев Полстой бывал, и, опять же, повторюсь, что... И, соответственно, сам Танеев потом, так сказать, носил обратные визиты к Толстому, да, в Хамовнике, в Ясную Поляну потом, когда он из Хамовников уехал. Вот. Так что, в принципе, это место, конечно, оно действительно такое мемориальное место, где, в общем-то, действительно прошли многие годы жизни Сергея Танеева. Далее, значит, еще также, помимо вот этого адреса, да, еще отметим также и такой адрес, как... Причичинский переулок, вот тоже там он жил, но там дом не сохранился, да, вот на Причичинском переулке какое-то время жил Сергей Танеев, там это здание не сохранилось. Там Причичинский переулок 5А он жил, вот здесь он жил до 1889 года, ну, а потом уже переехал вот на, так сказать, Сивцев Ражек еще жил какое-то время, там тоже дом не сохранил Сивцев Ражек, вроде 28, по-моему, вот такой был адрес. Ну, там тоже здание не сохранилось до нашего времени, поэтому, в принципе, как бы просто остался только лишь один адрес. Ну, и вот также на Причичинском переулке, это тоже вот как раз есть переулок, который примыкает к улице Причистенко, вот. Ну, Сивцев Ражек, он ближе к Арбату, но тоже, в принципе, недалеко там, вот все где-то примерно в том районе. Вот, так что там он тоже вот какое-то время жил, вот, но там тоже не сохранился дом, ну, вроде-то по этому адресу сейчас находится дом, где жила Вера Мухина, скульптор знаменитый, ну, вот, дом уже построен был попозже, соответственно, там дом не сохранился. Вот, значит, так что вот такой еще был адрес, да, именно как вот Причистенский переулок 5А. Ну, и, соответственно, последний адрес, где, в общем-то, прошли последние годы жизни Сергея Танеева, вот, вот, это был адрес Малый Власевский переулок, дом 2, ну, на углу с Гагаринским переулком, но это вот как раз уже совсем недалеко от метро Кропоткинская. Ну, вот этот домик, он забысок, находится оградой, очень так хорошо тоже окружен, со всех сторон охраняется, то есть там где-то в глубине владения, видите, двухэтажный дом. Ну, вот здесь как раз прошли последние годы, вот, как раз с конца 90-х годов, ну, и вплоть до своей смерти, фактически, ну, практически до своей смерти, да, в 1915 году она произошла. Вот здесь тоже как раз жил Сергей Танеев в этом доме, со своей няней, да, вот, в этом доме жил. Ну, жены не было, ну, была няня, ну, то есть как бы так вот, как бы помощница по хозяйству, да, такая вот просто женщина, которая бы помогала, потому что он весь был в музыке, ну, а вот дела-то надо были все равно решать какие-то такие житейские. Ну, вот это делала няня. Так что здесь вот он прожил, но дело в том, что сейчас этот дом довольно давно принадлежит Московской Патриархии, вот, еще там с советских времен тут какие-то, типа гостиница была для таких поставленных и священников, и епископов, да, вот, а сейчас тут находится финансово-хозяйственное управление Московской Патриархии, Русской Православной Церкви, вот, так что это все такая, как бы, церковная территория, ну, и поскольку, сами понимаете, финансы, там, бухгалтерия, деньги, понятно, все огорожено, ну, равно как и вообще другие такие подобные заведения Русской Православной Церкви. Так что вот здесь он тоже жил, тоже сюда, естественно, к нему приходили разные люди, вот, это тоже один из таких мемориальных, в общем-то, зданий здесь вот, да, на Малом Властевском переулке, дом 2, вот. Ну, тоже, опять же, сюда приходили многие люди, все это понятно, то есть, вот, с 1904 года он здесь поселился, да, и до 1915, то есть, получается, где-то вот на 11-12 лет он здесь провел, в этом доме. Ну, а скончался он совсем, значит, что касается его кончины, то, в принципе, ну, прожил он не так много, да, в принципе, всего 58 лет, вот, и, ну, то есть, как бы по нашему счету даже до пенсии не дожил, вот, и, в общем-то, он умер достаточно внезапно, ну, человек он был довольно полным, возможно, он и болел тоже, но, в принципе, он был на похороне Скрябина, а умер он 27 апреля тоже 1915 года, и, в общем-то, простудился на похоронах, потом пошло осложнение, и в итоге воспаление легких, пневмония, да, и после этого, буквально через 2 месяца он скончался, вот, как раз 58 лет, скончался он в деревне Дютьково, он туда поехал, видно, последний уже месяц сопроводить своей жизни, и там же он и скончался, вот, там он довольно долго жил, с 1808 года, да, и, потому что уже тоже его возраст сказывался, надо было отдыхать, наполняться сил, ну, и место там сильно очень хорошее, живописное, там, в тех краях, вот, под Звенигородом, многие такие деятели русской культуры проживали, ну, и до сих пор проживает довольно много известных людей, в том числе из мира искусства. Ну, вот такая вот ситуация, да, значит, в принципе, и умер, в общем-то, хотя и, несмотря на то, что у него было довольно большое признание, его, в принципе, все знают практически, да, особенно из мира музыки, но умер он довольно большой бедности, в принципе, вот. Ну, и давайте отметим в конце, что, в общем-то, очень он любил русский народ в целом, да, и хотел его, так сказать, образовывать, и русскую культуру, вот, в частности, он писал, что я лично питаю очень большое доверие к музыкальным способностям русского народа, и то нещерпаемое богатство народной музыки, которое было создано в течение пришествующих веков, и отголоски которого представляют народные песни, могут служить показателем, какие богатые музыкальные силы заложены в недрах русского народного гения. Надо думать, что эти силы, заглушенные рабством государства гнета, могут быть вызваны наружу и проявить себя. Это благодарная задача, которая могла бы быть поставлена перед собой главной целью народной консерватории. Надо заботиться, чтобы дремлющие творческие силы нашего музыкального народа пробились наружу и проявили себя в созданиях стоящих на уровне тех бессмертных народных мелодий, которые составляют недосягаемые образцы для нас, ученых-музыкантов. Видите, как он высоко оценил силы русского народа, его таланты, его способности. Ну и, конечно, сам он, помимо того, что писал свои музыкальные произведения, всячески, как я говорю, помогал развитию и музыкальных талантов, древлющих, да, музыкальных способностей, древлющих, в общем-то, во многих русских людях, да. И старался всячески и в свою народную консерваторию, которую он создал, и в которую много вкладывал и средств, и сил, все это развивать. Ну и своими тоже творениями побуждать, чтобы люди как-то вот именно музыкально просвещались, образовывались, творили собственные произведения. Так что это все, конечно, очень и очень важно. Вот. Ну и, в принципе, закончить я, наверное, хотел бы словами, которые сказал о Сергее Танееве, его ученик, Сергей Рахманинов, вот, еще в 70-е годы, позапрошлого теперь уже века, да, в 1879 году, если быть точнее. Точнее. И вот эти слова такие, что задача каждого русского музыканта заключается в том, чтобы способствовать созданию национальной музыки. Всю жизнь Сергей Танеев был верен этому завету, помогал взыскательной критикой, зрелым мастерам, растил молодые здарования. Его советами и указаниями дрожили все. Дрожили потому, что верили. Представлялся он мне всегда той правдой на земле, которую когда-то отвергал пушкинский Сальери. К нему на квартиру в его домик-особняк стекались самые разнообразные по своему значению несоеднимые люди. От начинающего ученика до крупных мастеров всей России. Всем было весело, уютно, все были обласканы, все запасались от него какой-то бодростью, свежестью. И всем, сказал бы я, жилось и работалось после посещения Танеевского домика легче и лучше. В своих отношениях к людям он был непогрешим. Ну, я думаю, что это действительно как такая вот эпитафия слова Сергея Рахманинова звучат как эпитафия к жизни Сергея Танеева. Действительно талантливого человека, написавшего много хороших, таких добрых музыкальных произведений, которые сейчас исполняются на разных музыкальных площадках. И я думаю, что, в общем-то, его жизнь, она действительно достаточно такая вдохновляющая, довольно цельная жизнь. И в целом он, конечно, много сделал очень для нашей музыкальной культуры, ну и в целом для просвещения русских людей, прежде всего его, конечно, поколений. Ну и последующих его, так сказать, учеников, которые впоследствии, так сказать, в общем-то, многое тоже создали и донесли до нас, до потомков, да, которые до сих пор служат разной классической музыкой. Ну и в заключении давайте послушаем, собственно, музыку самого Сергея Танеева. И я выбрал для конца нашей передачи музыку Херувимской песни, которую написал, собственно, Сергей Танев. Давайте послушаем эту музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok